22 марта 2021 года концерн «Росэнергоатом» ввёл в промышленную эксплуатацию 6-й энергоблок Ленинградской АЭС. С 2014 года в промышленную эксплуатацию были введены 9 энергоблоков, в том числе 4 переходного поколения 3+. Мощность введённых энергоблоков превысила 7,5 ГВт. Из них более 2 ГВт были введены в 2018 году. География введённых энергоблоков простирается от Ростовской области до Чукотки. Большинство из них с водоводяными реакторами и лишь один энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. Навсегда остановились для последующего вывода из эксплуатации 5 энергоблоков общей мощностью почти 3,5 ГВт. В том числе в 2018 году был остановлен первый энергоблок РБМК-1000. Его заместил современный ВВР-1200. С 2014 года мощность атомных электростанций выросла более чем на 4 ГВт, с 25,2 ГВт до 29,5 ГВт. Снижение мощности АЭС в 2020-2021 годах связано с замещением энергоблоков с реакторами РБМК. Вместе с ростом мощности выросла и доля АЭС в установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России с 11,3 до 12%. С 2014 года выработка электроэнергии на атомных электростанциях России выросла на 19% или на 42 миллиарда киловатт-часов. Каждый год АЭС устанавливали новый рекорд по выработке электроэнергии, а в 2020 году установили абсолютный рекорд за всю историю существования российской атомной энергетики, побив рекорд выработки электроэнергии времен Советского Союза. Доля АЭС в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России выросла с 17,6 до почти 20%. Так что каждая пятая лампочка в России горит от энергии, выработанной атомными электростанциями. Теперь подведем итоги. За 8 лет в промышленную эксплуатацию было введено 9 энергоблоков, а 5 было остановлено. Всего в эксплуатации находится 37 энергоблоков. Мощность введенных энергоблоков составила 7652,6 МВт, а остановленных 3429 МВт. Общая мощность эксплуатируемых энергоблоков составляет 29465,6 МВт. Доля введенных с 2014 года энергоблоков составила 24% по количеству и 26% по мощности, то есть почти четверть. На сегодняшний день в России ведется строительство трех энергоблоков. Двух на Курской АЭС и одного на площадке Сибирского химкомбината в Северске. Они планируются к вводу в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Посмотрим на расположение и мощность 11 атомных электростанций России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какую долю, на ваш взгляд, должна занимать атомная энергетика выработки электроэнергии в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok